Воскресенье и Панама, центр вообще пустой, только гудят кондиционеры очень сильно, а так пусто вообще, где все поливались, отдыхают видно. Вчера мне рассказали историю, что и в этом центре, одну женщину мне рассказывала, что её здесь ограбили, выследили, видели, что она сидит в ресторане с планшетом, с телефоном хорошим, с кошельком, подъехали на рейндж-ровере с пистолетом и отобрали у неё всё, когда я рассказал свою историю, она говорит, а у меня вот такое тут случилось, она здесь уже много лет работает, вот так что неудивительно, а я сейчас иду в гости к Сергею с Анастасией, у них классная гостиница, на территории гостиницы есть сауна, бассейн и спортзал, поэтому чтобы дома не скучать, в хостере своём дома, пойду я в спортзал что-нибудь поделаю, чтобы не терять форму, вот так как развиваются у меня события с получением справки для возвращения в Украину, судя по всему, я здесь ещё буду несколько дней и наверное я таки успею ещё пожить здесь у ребят, да точно успею, потому что сейчас на этой неделе уже приезжает Папа Римский, ажиотаж безумный, в гостинице помним, да, там уже по 60 долларов будут номера, я переезжаю к ребятам, потому что 60 долларов платить за хостел, а гостиницы ещё дороже стали, прошёл в гостиницу, никто меня не остановил, потому что здесь белый, значит с тобой всё в порядке, так, мне надо вот так вот, смотрим сколько времени едет, лифт конечно очень бодро поднимается, это всё парковка, шесть этажей парковок, паблик, ресторан, после ресторана это всё этажи гостиницы, у меня другой лифт, я гостиницу проезжаю и всё, 20 этаж, скоренько, скоренько, открывайся, я в Сан-Хосе когда был в хостеле, там на третий этаж он дольше поднимался, всё, молодец, ой, как здесь классно с кондиционером, так я надеюсь, что ребят не разбужу. Всё, я взял карточку, Сергей ушёл на работу, сегодня у меня в хостеле свет выключили, ну видно пол панамы, отключили свет, здесь у меня генератор работает, а на работе не запустился генератор, поэтому он поехал туда. Сам потренируюсь, может ещё и в сауну, там такая сауна, даже женская сауна, в женском туалете, потому что в русском она холодная. Так, давай идём, карточка есть, всё, я как местный. Так, люди отдыхают, мы заходим в туалет себе, я надеюсь, здесь никого нету, нет никого нету и так как я потренируюсь, мне надо, чтобы банька разогрелась и была готова к моему приходу, она вот выключена, мы самостоятельно себе её включаем, ставим на максимум и пусть она себе разогревается, она пока будет разогреваться, потому что сегодня уже людей там много, я в женские сауны пойти не смогу, а мужская, со светом музыкой, вот после тренировки будет то, что надо, я вообще кажется здесь буду проводить все дни, которые мне получилось так проводить в Панаме. Вот это красота, в тренировке дело нужно, я правда увидел себя в зеркало, вот с этой позой и понял, что я очень сильно худой стал, но побегал вообще отлично, как раз никого в зале нету, можно походить везде, пожалуйста они полотенца вставляют, можно пользоваться, вот помимо этого, это на тренажёрах очень нужная штука, примем этого, вот ещё здесь есть тоже бесплатные полотенца и вода, можно воду брать пить, Сергей говорит, раньше в бутылках было, но сейчас нету в бутылках, ой, она что-то сильно прям холодная, о класс, будем пить не спеша, короче класс, сегодня потренируюсь, оставлю-ка я здесь, так я правда сейчас уже килограмм точно, пол килограмма, ладно сбросил и я понял, давай теперь включим, 92-95-950 грамм, почти 93 килограмма, вот я худючий, уезжал, соточка была, это я уже отъелся в Канаме. О, поваляться можно, класс, телек можно посмотреть, гантели, гантельки, гири, а это что за мяч футбольный, 10 килограмм, 4,5 килограмма, 3 килограмма. Вот такой замечательный, небольшой спортзал, после тренировки в баню, а после бани можно и поплавать. Такой шикарный здесь вид. Бассейн мелкий, самая большая глубина, где-то там метра полтора, но зато вон спасательные круги висят. И тут полотенце, пожалуйста, бери, пользуйся, я в полотенце хожу. Вот это я неплохо устроился. В Панаме борщи ем, бассейн, спортзал, лук. Лук, он и в Панаме лук. Надо было или то или то, сала плохо нету, я бы тогда и то и то. Тогда не надо, это пусть вам будет. Я сказал пусть вам будет, сам пальцы скрестил. Только достань, только достань. Ну покажи сколько чуть-чуть. Самый дефицитный дефицит в Панаме. Это в Украине. Копчёное? Ну да. Я только взял лук в руки и уже пахнул луком. Красота. Домашнее бы я не перевёз, потому что должна быть заводская упаковка именно. Какая-то герметическая. Слушайте, лук вообще не острый. Здесь он сладкий в основном, попытается иногда, но надо поискать. Здесь наоборот, белый лук сладкий, а красный лук ядрёный. Да, ядрёный. Ты не писаешь, насколько это золотые кадры для меня сейчас. Это сделала Настя сама, гениально. Так, я тут не всё ещё разобрался, но смотрим. Полностью альбом, её рук дело. Раз, флажок. И фотографии. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закрываем. Вот тут ещё тоже отодвигается. Тут закрывается. Тут интереснее не фотографии смотреть, ребята, а интереснее это, разгадывать форт Боярд. Как открыть следующую фотографию. Браво, Настя, гениально. У Сергея вот такой дрон. Сейчас полетаем. Ух. Вот. И всё, и стабилизация. Угу. Да, конечно. Ого. Сейчас Bay apology. Just мое утро. Вот онanting. Настя. Настя не hormones. А может я перерпят. Настя. Угу. Можно повредить не cubic陽о. Угу. Не нужно festivals. Угу. Люди 거기 bom. Субтитры сделал DimaTorzok Все, кровати вообще сдвигают, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, это уже десятая двойная будет, поставили, мои вещи закинули, завтра у них будет уже этот аншлаг, пора сматываться отсюда. Я уже забыл, что такое велосипед, сегодня 21 число, ограбили меня 9, все, с завтрашнего дня уже цены на хостел взлетают, но сегодня, заранее точно сейчас перевожу велосипед, к Сергею домой, чтобы завтра просто прийти утром, не смешайся. Вот мы и в гостях, это мне кровать уже такую подготовили, комфорт-гест. Вот припарковал я своего железного товарища, вот так вот всё, чинно благородно. Ага, это визуально, чтобы было ощущение, прям королевского уголка. Они даже видишь под цвет. Да, очень даже так достойно. Надо пойти где-то погулять, Анастасия подогревает какой-то там, что ты подогреваешь? Я не подогреваю, я буду готовить суп. Ты готовишь суп? Да, закарпатский, но потом. Закарпатский? Да. А я хочу показать, туалет называется Доверие. Я просто делал экскурсию, но не захотел. Стеклянная дверь, но интересно. И душ тоже стеклянный, в однокомнатной квартире. Закарпатский суп как называется? Суп Злопоток. 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 Вот это Лопатк. Спаржа или как она вообще называется? Спаржевая фасоль. Да. Спаржевая фасоль. Закарпати называется Лопатки. Лопатки. И это суп Злопоток. Злопоток. Вот так вот у меня продвигается вообще активный панамский день. Всё, можно пойти где-нибудь теперь погулять. Лифт давай, лифт приезжай. Панама это город и страна абсурда. Вы спросите почему? Ну вы знаете, да, что вот у меня был инцидент, меня какая-то уличная шантропа ограбила, забрала, полиция абсолютно бездействует, боится идти в тот район, никто мне ничего не помогает, хотя я им дал фотографию, свидетеля, возможно и участника, соучастника этого происшествия. При этом, смотрим, здесь находится размером в целый квартал, вот такой бизнес-центр сумасшедший, три небоскрёба маленьких стоят, вот раз, два, три. Его построил колумбийский наркобарон какой-то и он не заплатил, представляете, да, у наркобарона сколько колумбийского должно быть денег вообще и тем более, если он вот такую вот махину построил и какие у него связи и всё остальное, и вот он построил это здание, но не заплатил налоги и что, его посадили в тюрьму, значит у панамских властей хватило какого-то мужества, ну я думаю, что там на самом деле США были причастны скорее всего к такому процессу, вот, но человека закрыли и хватило им смелости ему что-то рассказать, а вот простая какая-то такая ситуация, значит что, попустительство, в панаме попустительство, значит с моими уличными они разобраться не смогут, а чудака, который в состоянии такое сделать, закрывают легко. Иду наконец-то забирать свою справку из посольства, ура, сегодня у меня четверг, сегодня же из Украины мне отправили мои новые банковские карты, чего я тянул до последнего, сам не знаю, хотя знаю, вначале я думал, что всё-таки я полечу в Украину, сделаю паспорт и продолжу свой маршрут, но в какой-то другой момент я вдруг передумал, понял, что это и дороже затея получится и по времени немного дольше, ну и как-то весь настрой, хотя он сейчас настрой очень сбитый, уже очень сбитый, уже такое странное ощущение, вот, ну и когда я вдруг узнал, что не то, что это запрещено, то есть, да, не то, что это запрещено, это не запрещено и не то, чтобы это разрешено, но это не запрещено, с этой справкой, якобы направляюсь в Украину, ну я могу проехать в какую-то страну, якобы транзитом, ну по пути домой, вот, от этого я отталкиваюсь, а дальше, ну посмотрим, вначале сейчас справку надо забрать и в посольство колумбийское пойти, чтобы понимать, следующая у меня страна Колумбия или Эквадор, А вот и моя посылочка, ну что, посмотрим, как эта справка выглядит. Да, есть места для визы, так что можно идти в Колумбию, вот так вот выглядит лицо с полной надеждой, это супер, это круто, это всё, завтра иду в Колумбийское посольство, буду узнавать, я думаю, что они мне дадут визу, правда за неё надо будет заплатить, но тоже такое дело. Короче, месяц можно попутешествовать, у меня в голове есть ещё кое-какой план, но я о нём расскажу позже, касательно месяца путешествий, ну только месяца путешествий, всё, пакуюсь и ухожу, говорю товарищу спасибо, не проверил ни моих документов, я ему не предоставил ничего и хотя я ему дал квитанцию, которую я отправлял и подпись нигде не надо, интересно. Такое ощущение, я наконец-то с документами и казалось бы, я когда потерял пас, ну документы у меня ушли и меня многие люди поддерживали разными словами, разными пожеланиями, предложениями, предложениями помощь, какие-нибудь истории рассказывали, из Коста-Рики Андрей написал, что говорит, да без бумажки мы букашки, ну без паспортов, без каких-либо документов удостоверяющих личность, нет ребята, мы хуже букашек, букашка себе может лететь, куда хочет, когда хочет и как хочет и пересекать границу, а мы же без бумажек, ещё и хуже букашек, вообще никуда не можешь поехать, вот она, штучка, которая позволяет мне теперь двигаться хоть куда-то, хоть в какую-то сторону, хотя я знаю какую-то сторону, вот главное, чтобы всё получилось, завтра колумбийское посольство, жди меня, я приду к тебе, буду просить тебя восстановить мне утерянную визу, а там дальше разберёмся, а ещё, конечно, тут уже каждый день на счету, потому что срок действия не безграничный и очень-очень короткий, а мне во вторник только придут банковские карты мои, ну значит так и должно быть. Вот я полной надежды, с документами, иду в посольство Колумбии, вот, но чем ближе подхожу, тем более волнительно, всё, мне удачи. Его бабушка из Польши. Вот так вот доброжелательный консул оказался, всё помог, пошли навстречу, потому что с таким паспортом, ну не совсем они, конечно, хотят, но вот можно, это исключение, пойти навстречу и сделать. И консул вообще оказался, это личный такой момент, просто сам заинтересован был и говорит, всё, тем более всегда, бабушка из Польши, я из Украины, совсем рядом, я ему сказал, город Деса, он знает. Я уже наученный, в путешествии, что надо радоваться абсолютно любому развитию событий, иногда это, конечно, трудно, когда в крайний раз, лучше скажу в последний, в последний раз меня ограбили, да, конечно, трудно было быть счастливым, но сам себе напоминал, что делается всё не просто так, конечно, в этом паспорте временном, который выдан всего лишь на месяц, указано, что этот документ выдан сугубо для возвращения домой в Украину и тут мне, ну тоже говорят, что ты едешь в Колумбию, тебе в Украину надо возвращаться, я сделал распечатку бронебилета из колумбийского города в Украину, ну и говорю, что слушай, пришёл к консулу, говорю столько времени, я мечтал попасть в Колумбию, перелетел весь океан, откуда он узнал, что я на велосипеде путешествую, я так и не понял, наверное, в прошлый раз я ему сказал, потому что он меня узнал, а может потому что сзади у меня велосипед нарисованный, вот я говорю, столько проехал, и вот уже тут осталось до него совсем чуть-чуть, даже визу сделал, говорю, хочу туда попасть и он вот решил мне пойти навстречу, это кстати уже который раз я убеждаюсь, что посольство, это помимо всего прочего, это большое значение, имеет личный фактор заинтересованности должностного лица консула и вот мне сделали визу, оказался он очень дружелюбным, это было видно на видео, я вначале боялся даже спрашивать, потому что там везде висели знаки, что запрещено фото-видеосъёмкой, даже просто телефоном пользоваться, вот, но потом когда я спросил, да конечно, я думаю, чего я сразу не взял камеру, всё, возвращаюсь теперь счастливой домой с визой и с временным паспортом, сегодня у меня пятница, во вторник должна прийти новая банковская карта, я поеду теперь с картами, чуть меньше 100 долларов стоит отправить банковские карты из Украины в Панаму, дороговато да, но вот, также я получу карты и Keep Solid, я уже написал, что буду продолжать путешествие, для этого мне нужен новый телефон, у меня есть телефон, он никуда не годится, ничего не фотографирует, мне нужен новый телефон, говорю, пойдите мне навстречу и давайте сделайте мне, помимо договорённого спонсорского бюджета, сделайте мне исключение в связи со с мажором, даже много уговаривать не пришлось, Keep Solid сказал, да конечно, не вопрос, поможем, говоришь то и как, поэтому я получу карты и сразу же куплю себе новый телефон и выдвинусь, также я написал сегодня Оливеру, он всё ещё в Панаме, на Карибском побережье, где-то там нашёл ферму, волонтёром там работает и также он нашёл какого-то мужика, который на своей яхте будет ехать в Колумбию, вот первого числа, я говорю спроси, возьмёт ли он ещё одного пассажира, Оливер говорит, что похоже, что возьмёт, но он ещё точно узнает и отпишется мне, если так будет, то прям всё супер день в день складывается, я во вторник получаю визу, а в среду мы отходим к берегам Колумбии, всё, я счастливый, вчера получил паспорт, сегодня получил визу, если бы ещё завтра получил карты, это был банковский, вообще было бы всё прям идеально гладко и ровно, но значит мне надо ещё посидеть с ребятами, ребята просто огонь, такие гостеприимные и как-то оно всё так классно зашло и даже им забыл сказать спасибо, что я рад, что я к ним заехал. Пока сидел в посольстве, познакомился с женщиной из Колумбии и говорит, я ей рассказал, где я был, он говорит, Кондурас, он такой опасный, не-не-не, самое опасное, это Панама, говорит, что Колумбия не опасная, говорит, ну так чуть-чуть, примерно как здесь, но в моём случае, примерно как здесь, меня не радует, хотя нет, как здесь, я тоже вот понимаю, вот пожалуйста, я вот хожу по центру, по нормальной части и никаких приключений, а туда я заехал, мало того, что район неблагополучный, ещё и ночью заехал, то получил то, что получил. Мне интересно, как люди реагируют, что типа оа, наконец-то, типа он давно на это нарывался или оа, это был вопрос времени, да, ну и что, зато я думаю, что не столько страшна эта ситуация, сколько важно, как ты себя в ней чувствуешь и после неё, я думаю, что это главное, вот то же самое, как путешествовать могут все или допустим, да вот на велосипеде, не обязательно быть супер механиком, подготовить себе супер велосипед, главное, как ты, ну твой уровень, наверное, как путешественника, определяется, как ты можешь справляться с теми или иными ситуациями и разрешать их, вот то же самое с этим приключением, да случилось, от него никто не застрахован. Так, мы сегодня гуляем, сегодня предпоследний день нахождения Папы Римского, ну и соответственно, этих всех пилигримов в Панаме, а это вот такие исповедальнии. А ещё я обратил внимание, ну мы обратили внимание, ставят таблички Итальяно, на каких языках можно исповедаться, понятно, что сейчас уже всё разъезжается, поэтому нет людей, но даже страшно представить, что здесь было в бум, раз их так много поставили, значит, рассчитывали, что будет очень много желающих, значит, их так и было, здесь сидит священник, здесь стоит на коленях исповедующийся, а вот в некоторых два стула, даже в Панаме, в парке, ух ты, и для собаки даже пивунчик. А, и для бутылки. Вот так вот у меня идёт расход воды. Слышь, будь ты машиной, я б тебя не купил, с таким расходом. Не, ну в среднем, мне где-то 10 на сотку. 10 литров? Да. Ну, как у МТ? Хотя у МТ больше. Ты хочешь яблоки такие взять? Я обожаю зелёные яблоки. Тебе купить красненькое? Да, мне как белоснежки. А тебе? Пусть зелёная будет. Ребят, за три яблока отдали 2,50 долларов. Долларов 2,50. Это я подозреваю, связано с приездом того же папы, обычно здесь цены вполне себе. Ну сколько было, Аня, стоило 1,5 доллара? Не-не-не, вообще копейки здесь стоило. Нет, такие яблоки, где-то было 1,5 доллара. Ну всё равно это цены, да. Вот, вот так вот и... Давай. Будем пробовать и говорить. А, найдём. Сейчас я расскажу, какие они вкусные. Давай, хвастайся. Да вообще запаха нету. Ну понятно, что есть какой-то запах воздуха, но это что, яблоко так пахнет? Вот такие яблоки. У тебя видится Украина. Ну пускай знают, что срочно говорят. Что сделаем проще. Зачем? Ты попробуй. А, я не хочу вытирать. Ты ж главный этот, на. Да, мы все повытирали, ты упавшее яблоко, тут полземли даёшь мне. Железная логика. Ну ты как скажешь, что за вкус. Что? Вкусно? Мы такие тырили в саду. Я сейчас, это наверное в Закарпатте, у вас там другое детство. С мак дитынство, ты имеешь ввиду вкус детства, потому что оно не как полузелёное. Да. Вообще зелёное яблоко, это должно быть по классике хотя бы семеринка. А это просто яблоко недозревшее. Это яблоко за 2,50. Да, кстати. Но всё-таки, кто герой этого кадра? Сергей Анастасия. Да, надо про вас немножко рассказать. Попал я на украинском скрутном остановище, в странное положение, вот через Юра Мирошниченко, мой подписчик, привет, сказал Сергею, что вот, может чем-то поможешь. Я первый раз обратился к тебе за ксероксом, да, чего-то распечатка, а потом как-то так получилось, что и домой попал. Так что будьте бдительны. Будьте осторожны с ксероксами. Почему, наоборот, как коты, знаешь, дома заводятся, это кот тебя выбирается. Смотришь, какой милый, а потом он уже спит на твоей кровати. Да, были другие варианты, где здесь останавливаться, но вот так вот совпало. Так, ты же родом из Закарпаття, ты родом с Харькова. Ну с Харьковской области, но там было совсем маленькое, так полтовчане мы, да. А теперь уже полтовчане. Панаминьяне. Панамовские полтовчане. Мне нравится история, как Сергей приехал, ну уже работает работать в Панаму. По объявлению в украинский сайт поиска работы. Есть отдельный вид работы, который лучше доверять не панамцам, больше ответственность, и поэтому пригласили, искали нашего человека, ну и нашли нашего человека. Теперь второй человек после владельца бизнеса, да. Ну мы все втроём так. Да, втроём, короче, я думаю, что ещё пару лет выучат, если они выучат испанский, то точно отожмут у панамца, который сам еврей. И венесуэлец. Еврейский венесуэла-панамовец, если наши втроём выучат испанский, то кранты, отожмут бизнес, но сейчас да, они там уже нормально диктуют свои условия, чувствуют себя лучше, чем кто угодно там. Ребята терпят меня, ещё пару дней им осталось потерпеть, потом я уеду, будут плакать, атакенными слезами. Наварят по привычке большую кастрюлю борща, а есть-то некому, и всё. Будут мне DHL-ом отправлять в Колумбию. Анастасия у нас, оказывается, азартный игрок. Да, я каждую неделю покупали 2 билетика. Выиграла хоть что-то? Нет. Хоть доллар отбила? А ты ходи забирай, может эта волна пошла, что ты как раз забьёшь на доллар, купишь следующий билетик, он будет опять счастливее. Нет, мне надо всё сразу. Хорошо. Так, вот мы спустились в метро, в Панаме есть метро, какая стоимость? 30 центов. 30 центов? Стоимость метро 30 центов, ждём наше метро. Еду по очень важному делу. Метро очень в принципе хорошее, нормальное, но из-за того, что местные здесь не супер высокие, не хватает вообще поручней, вообще здесь нет. Еду по делу, сейчас на встречу с Солидером, еду в автописе, это музыка орёт, ещё фильм про акул, прям такая жуть, вот эта патает всю дорогу уже, сейчас мы едем, вот такое вот. Короче, звук лучше, чем в кинотеатре, но я на фильмы ужасов не хожу, но здесь пришлось. Закончился фильм, я наконец-то этого дождался и думал обрадоваться, но вместо фильма они включили теперь клипы. О боже, так орёт. Типа поехать в тишине, это вообще не вариант здесь, надо чем-то занять, пустоту в голове, музыка и фильмы. Я пересел в другой автобус, уже непосредственно, который едет к тому городишке, где мне надо. Едем в полупустом автобусе, сидят два чудака, один здесь, другой сзади меня и короче уже 10 минут сидят, перекрикиваются мне на ухо, я сижу в упор на него, смотрю, вообще ноль на массу. О, камеру видно, замолчали, ещё говорят, прям базарные бабы. Сейчас, подождём. Закончился, надо сразу камеру брать, не ждать 10 минут. Сейчас он, сейчас. Его водитель слышит, по-любому. Не прошло и полгода. Уходим немножко на мусоре. И вот мелкий, очень мелкий просто. Водитель сейчас покажу такой же, зато все мохнат. Водитель сейчас. Молодцы. Спасибо. Всё дал долго. Пошли. Пошли. Спасибо. Спасибо. Всё дал долго. Пошли. Так, вот мы познакомились с капитаном судна, которое 99 процентов будет нас транспортировать с Колумбию. Сейчас мы просто едем на этом маленьком, сейчас мы просто пойдём на яхту, посмотрим её, там Оливеру надо взять, он завтра отправляется опять проходить канал, я не могу этого делать, потому что у меня надо ждать ещё карточки с почты. Вот так вот что выглядит операция по пересечению границы Канама-Колумбия. Канама-Колумбия 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 Вот я ступил на борт, где-то здесь будут стоять наши велосипеды, так чтобы не мешали, белая палуба, ржавый якорь и под парусами, мы будем идти под парусами, тут есть конечно двигатель, но будем идти под парусами и он говорит, если не будет ветра, будем сидеть ждать, он уже много лет катается и говорит, ну идея у меня яхничать, а не на моторной лодке ездить. Ой, тут кровать. Сегодня был трудный, насыщенный день, встретился с Оливером и познакомился с капитаном, автобус был конечно каторга, обратно был ещё хуже, чем туда, я туда успел кстати снять, вот, еле-еле пришребался домой, а здесь Анастасия придумала эликсир, который воскрешает людей, окрошка, на сыворотке, да или как это правильно называется? Оливер спрашивает, а где ты живёшь? Ну я говорю, у наших, а что ты кушаешь? Они готовят, каждый день, каждый день национальная кухня, он такой, что серьёзно? Да, я забыл, что такое KFC, круто тебе. Вот так вот выглядит человек, подхвативший вирус какой-то панамский, непонятный, с температурой ну 39,2, потом вот меня поют, каким-то, как это ты говоришь, стриптоцит, да? Парацетамол, да, каким-то парацетамолом меня поют и поэтому температура у меня спадает, вот, но якобы все белые, кто здесь долго живёт, переболели этой штукой, Сергей и Анастасия не исключение, весело быть в этом состоянии и ещё у меня радость, сегодня пришли мои карты, теперь можно продолжать путешествие, из Украины в Панаму отправка карт стоила 2309 гривен, помимо того, что я переживаю этот вирус, который ко мне прилип, сегодня получил я карты, сегодня Оливер мне отписался, что тот наш мужик, у которого мы на яхте были, он едет в Гватемалу на подработку, поэтому мы в Колумбию с ним не отправляемся, теперь мы будем смотреть билеты на самолёт, он, кстати, нашёл в Медеин, на каком-то сайте за 100 баксов, да, за 100 долларов билет, вот и купил, и купил новый телефон, здравствует инстаграм с хорошими фотографиями, теперь там можно, о, наконец-то у меня зарядка будет под местные розетки, а то я с переходником постоянно пользуюсь. Всё, билеты куплены, температура у меня уже начала успокаиваться, сегодня 37,1 и вчера вечером было 37,4, потихонечку идёт на низ, пока была температура, что вообще не сильно снимать видео хотелось, ребята уже почти все вещи вывезли, я две коробки вчера принёс, одну для меня, другую для Оливера, завтра утром у нас самолёт, дозаряжаю технику, вот какие-то нашёл парацетамол у меня был, выпил, сегодня ещё одну таблетку, велосипед уже прям вот стырит и скучает, говорит, всё, я хочу ехать, я тоже хочу ехать, посмотрим, где сегодня будем ночевать или в хостеле, или поедем, может, или к ребятам на новую квартиру, уж там есть банька, все, почти все убрал, свои вещи, Анастасия заканчивает уборку, чтобы сдавать квартиру, коробки две я упаковал, вот так вот красиво, потому что я сейчас буду просто везти и тяжеленькие, они увесистые, все, вот так вот выглядит упакованный, собранный, готовый, у меня осталось немного бензина в примусива, надо будет вылить, потому что могут не пустить. Всё, вот мы уже переехали на новый адрес и опять Оливер в кадре появился, переехали на новый адрес к Сергею и Анастасии, пойдём поужинаем. Смачного. Смачного, пожалуйста. Вот Оливер первый раз познакомился с ребятами, конечно же, они участвуют национальной кухне. Слушай, национальная украинская кухня. Вот мы туда загрузились. А это не влезет вообще? Ну видишь, он сам будет, чтобы я не таскался с этим. Ну я же там сейчас сам буду выгружать это всё. Просто в обычную машину сейчас это идти вот там где-то, ладно. Очень-очень большое спасибо. Всё, покедова, на связи. Это невероятно, но к моменту выхода серии про Панаму, у меня повторяется такая же ситуация, только я уже в Перу и тоже отсюда выехать не могу. Живу на крыше, совсем рядом с аэропортом, решаю вопросы, чтобы отсюда улететь. Как я попал сюда и почему я улететь не могу, а также приключения в Колумбии, Эквадоре и Перу, вы можете наблюдать в следующих сериях. Для этого подпишитесь, поставьте лайк, если вам нравится это видео и до скорых встреч.